На самом деле бумажные квитанции и бумажные справки о проведении поверок не отменили. Точно так же вы их можете получить, можете попросить штамп, поставить штамп в паспорт вашего измерительного средства. Но просто в дополнение к этому сейчас появляется общедоступный реестр, связанный со всеми действиями, которые проводятся по отношению к вашему прибору учета, в том числе по проведению поверок. Конечно, тот человек, который проводит у вас поверку, должен сведения о своих действиях занести в этот реестр. И предположим для вас, если вы вдруг потеряете бумажный носитель или забудете, когда у вас следующая поверка, всегда есть возможность посмотреть. Точно так же вам не надо будет вместе с этой справкой бумажной ходить в управляющую компанию, в ресурсоснабжающую организацию. Потому что после проведения поверки вам должны еще дать право ввести этот прибор в эксплуатацию. Вот сейчас как бы все эти организации смогут получать информацию из открытых источников. Ну и кроме того, появляется еще один реестр. Это реестр разрешенных и одобренных, так сказать, приборов учета на территории нашей страны. И это снимет там споры, которые иногда возникают между собственниками и, предположим, ресурсоснабжающими организациями. Они, ну, собственники ставят какой-то прибор учета, ресурсники говорят, а нас вот он не устраивает, мы не ведем в эксплуатацию, ставьте тот, который мы рекомендуем. Так же можно, ну, будет сослаться на этот реестр. Во-первых, нужно убедиться, что действительно межповерочный интервал истек. Надо посмотреть там либо в паспорт технического средства, либо посмотреть какой-то протокол, ну, предыдущей поверки и посмотреть, ну, когда, значит, следующий срок поверки. Второе, надо выбрать ту организацию, которая вам проведет эту поверку. Это свободный рынок, соответственно, вы можете выбрать по критерию там цена-качество. Все субъекты, которые уполномочены действовать на этом свободном рынке, они также заносятся в специальный реестр, который находится на сайте метрологической службы. Они там довольно давно находятся, поэтому там можно проверить, насколько этот человек праве делать вот те услуги, которые он вам предлагает. Ну, после этого, соответственно, вы вызываете этого человека, он проводит поверку, и, в принципе, он может приходить с компьютером или без компьютера, если вы сомневаетесь, вы все равно можете получить справку, да, и подтверждение. И после этого вы, соответственно, ну, как бы не надеясь на то, что у нас межведомственное электронное взаимодействие работает, все равно звоните в управляющую компанию, ну, либо в ресурснику, если у вас напрямую договор заключен. И задаете вопрос, точно ли вы убедились в том, что мой прибор учета прошел поверку, не собираетесь ли вы мне начислять по нормативу, потому что, так сказать, он не прошел. Но еще очень важно помнить, что в соответствии с 424-м постановлением правительства до конца 2020 года у нас собственники освобождены от обязанности проводить поверки приборов учета. То есть, если у вас межповерочный интервал закончился в 2020 году, вы можете, ну, оттянуть вот это замечательное действие на начало 2021. Ну, обязательно помнить, что слишком долго оттягивать тоже не стоит, потому что если у вас прибор учета неисправен, не подтверждена его работоспособность, исправность, вам начнут начислять по нормативу, да еще с повышающим коэффициентом, и это может оказаться довольно заметно. Я хочу напомнить, что приглашая человека провести поверку, вы с ним обязательно должны заключить договор, в котором будут все эти права, обязанности, координаты юридического лица. Поэтому, соответственно, если, ну, по прошествии там какого-то времени, там нескольких суток вы обнаруживаете, что в реестре никаких сведений нет, соответственно, вы можете обратиться с претензией и, ну, какие-то еще, возможно, срокные санкции там, если в договоре предусмотрено, реализовать. Ну, я надеюсь, что мошенников все-таки станет меньше, потому что вообще вокруг вот этой сферы, сферы поверки, конечно, очень много мошенничеств, но они в основном связаны, может быть, не столько с общей доступностью вот этих сведений, сколько с какими-то эмоциональными проблемами такими. Потому что когда, конечно, пожилому, особенно человеку, звонят там строгим голосом, говорят, что я представитель управляющей компании, что вам немедленно надо заплатить, значит, и пройти поверку, то многие там пугаются, еще какие-то санкции обещают, многие пугаются и начинают действительно идти на поводу этих мошенников. Тут вот единственное, что можно всем людям адресовать, если к вам обращается любой человек и немедленно сейчас требует заключить какой-то договор, не делайте этого ни в коем случае. Возьмите паузу, возьмите координаты у этого человека, проверьте, тот ли он, за кого себя выдает, работает ли он там, где он назвал, посоветуйтесь с соседями, не принимайте немедленных решений. Ну, я считаю, что, конечно, нужно еще распространять такие лучшие практики информирования граждан. Вот в Москве, например, в платежках пишут следующий срок межповерочного интервала. Мне кажется, что такую практику надо распространять и на другие регионы.